Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Угли не потухли. В Бобруйском районе горела дача. В результате пожара уничтожена перестройка. Кровля дома по всей площади и имущество в доме. Есть ли пострадавшие и почему автомобиль нужно постоянно обследовать. Все, приехали. В Хотимске 17-летний парень пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Где он взял машину и что грозит юному шумахеру. Взлетаем и падаем. Хоккейный клуб Бобруйск-2 завершил домашнюю серию игр. Сегодня качество. Качество страдало в нашем исполнении. Какие итоги и куда команда отправится дальше. А также подключение к сети, новинки от Белпочты и аграрные вопросы. Президент Беларуси сегодня провел совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране. Какие темы были главными. Отдохнули, а про безопасность забыли. В Бобруйском районе горел частный дом. Место происшествия – садоводческое товарищество «Строитель-1». Спасателей вызвали соседи. К моменту прибытия пожарных расчетов жилая постройка полыхала открытым пламенем. Хозяйки не было. Позже выяснилось, перед отъездом, еще не остывший до конца мангал, занесли вовнутрь. Все замки закрыли и уехали в город. В результате пожара уничтожена пристройка, кровля дома по всей площади и имущество в доме. Повреждены стены и потолок в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Еще один пожар произошел во дворе дома по улице 50 лет в ЛКСМ. Горела легковушка. Мазда 6 2005 года выпуска. На номер 112 позвонил прохожий. Огонь повредил переднюю панель, лобовое стекло. Также закопчен салон автомобиля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – неисправность электропроводки. Со слов владельца, несвоевременное обслуживание транспорта могло привести к возгоранию. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1978 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 547 826 человек. В Беларуси оборудовано 17 тысяч коек под пациентов с COVID-19. Мест в лечебницах достаточно, но медики не спешат заполнять отделение больными с легкой формой. В учреждениях сохраняют резерв для тех, кто поступает экстренно. К слову, вакцинация – пока самый надежный способ защиты. Предприятия оказывают поддержку привитым работникам. Суммы выплат зависят от финансовых возможностей и могут составлять как 29 рублей, так и свыше 300. Что касается оздоровления после коронавируса, профсоюзные санатории предоставляют всем членам организации и их несовершеннолетним детям 25-процентную скидку. Президент Беларуси сегодня провел совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране. Главные темы – темпы севоозимых, развитие агропромышленного комплекса. Также сбор урожая кукурузы, картофеля и свеклы. Кроме того, Александр Лукашенко внес предложение закрепить яблоневые сады за университетами и школами. Белпочта приняла стратегию развития на 2021-2025 годы. В планах три новых проекта. Во-первых, создать национальную электронную систему, чтобы отправлять и получать письма онлайн. Во-вторых, усовершенствование схемы работы мобильный почтальон, то есть обеспечение сотрудников различными гаджетами. И в-третьих, организовать круглосуточную доставку. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. Она доходит до 360 мегаватт. Работы проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации. На второй части станции завершился важнейший этап пуска наладочных моментов. Горячая обкатка реакторной установки. Общереспубликанская акция «Чистый лес» пройдет в Могилевском регионе 9 октября. Привлекут внимание к необходимости бережного отношения к зеленым зонам. В прошлом году участие приняли порядка 7500 человек. Подробную информацию можно найти на сайте областного лесничества. Завтра по западной половине Беларуси ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность. Без осадков ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью от 1 до плюс 6 градусов. По западу от 7 до 9. По юго-востоку местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем прогнозируется 12-17 со знаком «плюс». Спортсмен под допингом. В Хотимске задержали местного жителя. 17-летний парень пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Водитель ВАЗа проигнорировал сигнал об остановке. Проехав пару кварталов, остановился и бросился бежать. Хотел затаиться в глубине частного сектора, но вечерняя пробежка быстро закончилась. Нарушителя задержали. Молодой человек поведал, что выпил пиво и решил покататься на авто, которое взял у знакомого. К слову, освидетельство не показало 0,5 промилле. На юного гонщика составлено три административных протокола. За нетрезвую поездку, отсутствие прав и отказ от остановки. В завершении нашего выпуска о спорте. Хоккейный клуб «Бобруйск-2» продолжает свое выступление в высшей лиге чемпионата Беларуси. После выездной серии команда вернулась на домашний лед. Получилось ли возвращение удачным и почему плохая реализация – враг хорошего? Все подробности у Максима Кембеля. Ястребы прилетели. Хоккейный клуб «Бобруйск-2» продолжает домашнюю серию. В первом матче гости потерпели фиаско 9-2. Сейчас вторая игра. Прежний клуб сразу берется за дело. На 10-й минуте открывает счет. Бобры бегут отыгрываться. И у них получается. В конце первого периода Городников сравнивает цифры на табло. В начале второго «Хищники» вновь выходят вперед. Сценарий повторяется. Счет 2-2 делает капитан Бобручан Васильев. Третья 20-минутка обещает быть огненной, но в этот раз без забитых шайб. Игра переходит в овертайм. Согласно правилам, он проходит в формате 3-на-3. До первого взятия ворот. В перерыве только одна установка. Надо агрессивно навязывать свою игру. Надо строже чуть делать свою работу. Качественнее делать свою работу. Сегодня качество страдало в нашем исполнении. В овертайме шансы равны. На первый план выходит реализация. В этот раз ястребы сильнее. За минуту и 44 секунды до завершения времени гости забивают шайбу. Шумейка заставляет вскочить всю скамейку приезжей команды. Эмоций, сил не хватило. Хорошо, сейчас пауза будет. Наберемся сил, поработаем над ними. И будем играть более стабильнее. Да, потеряли очки, но без поражений не бывает побед. Внутри коллектива настроение боевое. Двигаемся дальше. Впереди еще много матчей, поэтому есть все шансы взлететь как можно выше. Теперь Бобров ждет выезд в «Березу». Там предстоит двухматчевое противостояние с местным клубом «Соболь». 18 и 19 октября соответственно. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok